Партнеры второго сезона проекта «Жми, худей, смотри» на первом городском фитнес-клуб «Элита Спорт», медицинский центр «Приокский», а также центр снижения веса «Веснормоклиник». Здравствуйте, меня зовут Евгения Иванова, и я похудела в реалити-проекте «Жми, худей, смотри» на первом городском и передала эстафету здорового образа жизни участницам второго сезона. Каждый из них предстоит потратить два месяца на то, чтобы изменить всю жизнь. И давайте вспомним, какой была вторая неделя проекта. Первые слезы и первые срывы. У героинь нашего реалити начали сдавать нервы. Вспомнилось очень много моментов, которые задели очень сильно в детстве и сейчас задевают, и хотелось бы изменить. Я не хочу остаться одной в будущем, потому что я понимаю, что... Как бы уже делаю планы, даже дохожу до мысли того, какая я буду в старости, что я буду делать в старости, да, и я понимаю, что если я сейчас останусь одна в старости, ну, даже некому будет подать стакан воды. То есть вот меня вот это вот пугает, вот эта картинка будущего у меня пугает. Но если слезы Арины были связаны с детскими воспоминаниями и боязнью остаться одной, то наша Аня была готова расплакаться прямо в тренажерном зале. Всему виной новый образ жизни участницы, к которому она пока не привыкла. Это очень тяжело. Это просто действительно очень тяжело. Я, ну, как говорится, люблю жирать, картошку, фрит, любить, заниматься. С какими трудностями столкнутся наши худеющие на этой неделе, расскажет Евгения Иванова уже через несколько секунд. Соблазн съесть что-то вкусное, но вредное у худеющих людей может возникнуть очень часто. Прилавки магазинов, кафе, бизнес-ланчи буквально так и манят. Но для Арины самым искушающим местом оказался родной дом. Сегодня я решила устроить инспекцию на кухне у Арины и проверить, какими продуктами теперь питается она, а какими ее домашние. Посмотрим. Привет! Привет! Не ждала? Нет. А я пришла. Вот это да, нежданочка. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Ну что, я на самом деле пришла с едой, но это не тебе, это мое. Так. И я хочу посмотреть, как ты питаешься дома. Изменилось ли содержимое твоего холодильника? Мы завтракаем. А, здравствуйте! Здравствуйте! А вы завтракаете, да, как раз? Ну, значит, вовремя. Ну, если вы позволите, я тоже к вам присоединюсь. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Отлично. Присаживайтесь. Присаживайтесь на тебя. И что сразу я заметила, перед Ариной стоит блюдце с овсянкой на воде. А вот мама и отчим девушки не стесняясь едят бутерброды и сладости. Арина, я не просто так пришла со своими боксами, да? Я знаю, что ты тоже сейчас начала носить всю свою еду полезную с собой. Но не всегда, наверное, люди адекватно реагируют на то, что вот ты со своим где-то в общественном месте. Расскажи про это, пожалуйста. Я просто хочу тебя морально поддержать и сказать, что ничего странного в этом нет. И вполне нормально, если вы носите свою еду с собой. Никто не обидится на это. Ну да. Нет, на улице, конечно, если так вот сядешь где-то в общественном месте, ну как там гуляешь, где-то там в парке сядешь покушать, да? Ну посмотрят на тебя. Но мне кажется, для всего это есть логичное объяснение. Либо человек, ну правда, сидит на диете, либо у человека есть какое-то заболевание. Почему нас должны обсуждать? Почему вообще мне должно волновать чье-то мнение? Я стараюсь для себя и как бы, ну, ухаживаю за собой. Вот. Так, а вот я вижу колбаса, сыр, белый хлеб. Сладкий хлеб, сладкий. Это не твое ли? Нет, это не мое, мое вот. Это наше, это наш завтрак. В основном, ну, всегда мы так завтракаем. Ну, за исключением, там, если яичка жареная. Вот. Но это нормальный, обычный завтрак. Арина действительно уже начала привыкать к тому, что есть ей нужно каждые 2-3 часа, чтобы ускорить обмен веществ. И делает она это в любом месте. У нас очень много людей. Ну, что ж поделать, у меня режим. Но вот не соблазниться на вредный перекус дома становится все сложнее. Мам, может, ты тоже кашки поешь? Ну, нет, доча, я, пожалуй, это... Ну, да, не. Обойдусь, он колбаской, сырочком, там, эту кашку. Так у вас все-таки поешь со мной? Ну, нет. Ну, это вся любовь. Ну, не очень, как-то вот не соленая, не сладкая. Я не могу дочь. Давай, дни, не соленая, не сладкая. Ну, что, вкусно? Балденно. Ну, так каждый день. То есть так часто, да, бывает, что при тебе... Да, так всегда. Да, это наш грех. Совесть не мучает. Мучает. Девушке приходится прятаться от пищевых соблазнов. По вечерам, там, когда они чай пьют, я уже обычно в это время сплю. По крайней мере, стараюсь как бы не соблазнять свой организм, чтобы не было лишнего соблазна. Вот. Как-то стараюсь лечь спать пораньше, возможно. Или чем-то заняться, в конце концов. Книжку почитать, я не знаю, даже за компьютером просто ночью посидеть, пока они тут питаются. Арина не раз говорила, что в ее лишнем весе виноваты родные, которые буквально откормили девочку в детстве. Вот здесь вот орешки 10 месяцев. Она еще худенькая, маленькая, но уже с шоколадкой в руках. Ну, нам нравится вкусно поесть, будем так говорить. С маленьких я всегда хотела, чтобы у орешки были вот, знаете, как вот у маленьких детей, вот перевязочки на ручках, вот такие вот они вот все с щечками. А она, ну, родилась худенькой, маленькая была. Все время худышечка. И вот это вот я все время хотела вот ее покормить, чтобы вот у нее щечки были. В итоге до трех лет вот она была худенькой. Потом начала поправляться. Тут у меня уже как бы радость играла. Вот появились вот складочки. К шести годам я заметила, что, ну, все, я уже переборщила. Мама Арина переборщила до такой степени, что девочку пришлось дважды положить в больницу, где она лечилась от ожирения. Все это не могло не отразиться на психике подростка. Люди очень жестокие. Они перестают общаться почему-то. Почему-то думают, что если большой вес, значит, это плохой человек. Или там, я не знаю. И в итоге, ну, ей очень тяжело было. Депрессия вот эта вот очень жестокая. Но теперь все изменилось. От депрессии Арины не осталось и следа. И все благодаря проекту. Вот я приготовила себе наперекос, яблочко и обязательно воду. Вот вода, яблоко. А это мой обед. И сейчас, каждое утро, вместо того, чтобы наесться жирной пищей впрок до вечера, Арина встает на весы, которые купила специально. Ведь раньше ей было даже страшно взвешиваться. Но одного правильного питания недостаточно. Для тонуса мышц необходимы эффективные тренировки. Их девушкам обеспечивают тренеры проекта. Хоть наши девушки уже на протяжении двух недель прилежно занимаются спортом, они все равно пока остаются новичками тренажерного зала. К счастью, с участницами всегда рядом их наставники. Саша, у меня вопрос. Она болеет. Когда тебя не было, я решила прийти позаниматься. Я пришла и поняла, что я не готова пока с тренажерами общаться. Я не понимаю, как их настраивать под себя. Вот даже, например, вот этот тренажер. Здесь стоят деления. То есть я понимаю, что вот это сидение, оно должно регулироваться. Ну, и с весом. Но если с весом можно спросить, а вот как регулировать под себя, я не знаю. Расскажи мне, пожалуйста, хотя бы на примере этого тренажера. Смотри, Наташа, я тебя понял. Садись. Вот здесь, если ты протянешь сюда руку, ты почувствуешь подушку, которая должна быть под головой, ты ее даже видишь в зеркало. Ты заметил, что она высоко, правильно? Значит, тебе нужно сидение поднять выше. И первое время, действительно, новичок может не понимать, с какой стороны нужно подходить к тренажерам. Поэтому мы не устаем повторять. Позанимайтесь с инструктором хотя бы несколько недель. Это нужно для вашей же безопасности. А если я буду заниматься, например, на тренажере, который неправильно регулирован именно под меня, это чем чревато? Это чревато тем, что ты можешь получить травму от простого растяжения до разрыва мышцы и можешь поведеть суставы свои. В этом тренажере будут работать у тебя руки и спина. На самом деле, тренажер очень хороший, премиум класс. Здесь, помимо свободного веса, который можно навешать себе, работаем еще и весом своего тела. Для Нижнего Новгорода этот тренажер на самом деле уникальный. Я был во многих залах, и такой тренажер я нашел только у нас. Здесь в полной степени прорабатываются и руки, и спина очень хорошо. Можно сказать, мне повезло, да? Тебе повезло. Нашим девушкам повезло. Программу для них составляют тренеры, и поэтому каждая тренировка участниц не похожа на предыдущие. А благодаря огромному количеству тренажеров, занятия героин становятся не только разнообразными, но и эффективными. Хотите так же? Не ошибитесь с выбором зала. Помогут советы наставника проекта Александра Калачева. Могут быть тренажеры новые, но за ними не ухаживают, их не перетягивают, их не чистят, не моют. Один пришел, попотел, другой пришел, попотел. В итоге это корка на тренажере из пота, и тоже ничего хорошего. Также нужно смотреть, как за тренажерами ухаживают в плане техники. Смазаны они или нет, скрипят или нет. В зал, в который входишь, если там стоит скрип, значит, что суставы твои будут скрипеть так же там. Не отстает от Наташи Сарины и Ани. Вместе со своим наставником Николаем Чистяковым они буквально строят новую фигуру девушки. Сейчас поработаем на мышцы пресса. Так, в нижнем положении на вздох и на выталкивание делаем выдох. Начинаем работать. Хорошо, хорошо, работаем, работаем. Тренажер в данном случае вот этот оборонный чем хорошо? Делаем, делаем, работаем, работаем, работаем. То есть, по идее, здесь у нас работает верхняя часть пресса. При этом нагрузка практически полностью снята с мышц позвоночника. То есть, именно целенаправленно мы работаем на верхнюю часть животика. Я с глазом выкатил. Работаем, работаем, работаем. Хорошо, хорошо. Чувствуешь, как идет? Я все чувствую. Молодец, молодец, молодец. Занятия на тренажерах отличаются от обычных упражнений на пресс тем, что с помощью профессионального оборудования вы можете проработать каждую группу мышц отдельно. Это важно не только для спортсменов, но и для тех, кто следит за фигурой. Плюс это еще и безопасно. Спортивное и профессиональное оборудование, в данном случае сабикс, который мы сейчас делаем на этом тренажере, он снимает максимально нагрузки суставов. И, соответственно, в любом случае, на начальном этапе мы не каждый человек в состоянии отжиматься от пола. И даже если вы не можете приседать по состоянию здоровья, в хорошем зале найдете для себя альтернативу. Специфика этого, будем говорить, тренажера, она, в общем, заключается в следующем, что здесь мы можем грамотно, правильно приспределить нагрузку. То есть бедра можно задействовать таким образом, что можно как поработать на внутренний участочек, так на задничий участочек, так и подключить ягодичку. И возвращаясь к необходимости тренировок под присмотром инструктора. Даже если вы нашли подходящую, на ваш взгляд, программу тренировок в интернете, не спешите браться за нее. Новичок может не знать всех особенностей своего организма. Поэтому найдите тренера, следуя советам наставника проекта Николая Чистякова. Конечно, здесь человеческий фактор очень важный. Но надо к объективным этим вещам подходить. И основополагающее, наверное, прежде всего, это все-таки результат работы, опыт работы, квалификация. И, соответственно, будем говорить, прияда учеников в последствии именно фитнес-направления. Правильное питание и тренировки, и результат не заставят тебя ждать. Я только сейчас понимаю, что те две недели это был некий разогрев, может, у моего организма. И настоящие тренировки теперь, ну, начинаются только сейчас. И с каждым днем, с каждой недели они увеличиваются в нагрузке. И это правда тяжело. Просто, ну, это все видят результат. И, ой, как так, это невозможно. Это возможно, если ты будешь с хорошим инструктором и еще ночевать в спортклубе в каком-нибудь. Впереди самое интересное. Узнаем, каких результатов удалось добиться участницам за вторую неделю проекта. Через несколько минут промежуточное взвешивание. А я напомню, что с лишними килограммами девушки борются не только в зале и на кухне. Худеть им помогает психолог проекта. Вот давайте разбираться, что же такое голод и аппетит. Потому что как раз в этом-то и есть психология. То, что стоит за аппетитом, стоит за теми ситуациями, когда я кушаю, хотя вы понимаете, что мне не нужно. Бывают такие ситуации у вас? Конечно. Конечно, конечно, конечно. А вы когда-нибудь замечали, что чувствуете перед едой голод или аппетит? Если думаете, что эти два понятия всегда схожи, то вы ошибаетесь. Вот возникает такая ситуация у вас вечером или на работе, или еще где-нибудь. Что-то захотелось. Что-то захотелось. Не могу понять, что-то захотелось. Ну и для себя важно все-таки решить, что у меня сейчас, голод или аппетит. Голод – нормальное состояние организма, когда телу действительно нужна пища. А вот аппетит часто живет в нашей голове. Он может быть вызван запахами, внешним видом еды, рекламой. И при этом вы можете быть сытым. Когда вы едите по голоду, практически вся пища усваивается. А вот съеденные по аппетиту продукты становятся лишним для организма и откладываются в жир. Дарья, вспоминаете ситуации, которые у вас в семейной нашей жизни были? Как-то там с работой связаны, там дома, там может быть вечер, водные какие-то дни. Вот как вообще проявлял ли себя аппетит в этих ситуациях? Ну, вы понимаете сейчас, что да, это аппетит, да, вот это не голод, явно голод. Ну, да. А с какими ситуациями это больше связано было? Наверное, когда одна, когда скучно. Ага. Вот нечего себя просто занять, не знаю, нечего себя занять. Вот тогда был аппетит. Угу. Тогда, то есть, вот что-то заходишь, так на хуфлю посмотришь, ну, а дай-ка я возьму печенье, например. Какие-нибудь такие глупости. Чтобы избежать подобного, помните, голод возникает через 3-4 часа после еды. Его признаки – урчание в животе, пустота в желудке. Этого нет, значит, за дело взялся коварный аппетит-провокатор. Научитесь договариваться с ним, отвлекитесь любимым занятием. Но если вы привыкли заедать стрессы, с этим сложнее. Ваш аппетит носит защитную функцию. То есть, по сути дела, смотрите, есть такой, как бы, вот, рыцарский щит, на котором написано «абетит». И, если что, я за него спрячусь, да, то есть, если что, да, по жизни иду, и, если что, имею возможность за этим щитом спрятаться. Вопрос от чего? От чего? Ну, иногда только хочется от усталости, раздраженности, расстройств, неприятных ситуаций. Я всегда прекрасно осознавала то, что я ем от плохого состояния души, от усталости после работы. Я могла, я ехала в машине после работы с мыслями, а чего мне такого купить навечно. Даже когда мы с диетологами разбирали, да, мой рецепт, основной прием пищи и самый вредный приходился на поздний ужин, то есть уже после работы. И это могла быть злость, усталость, если там чувствуешь, что заболеваешь. Постоянно надо поесть вкусно, вредно. Я всегда это осознала. Но мало только осознавать. Поэтому каждый раз перед тем, как собираетесь перекусить, задайте вопрос своему организму. Действительно ли ему сейчас так необходима эта пища? Я, вот то, о чем говорил сегодня психолог, я где-то это на уровне подкорки прекрасно понимала, осознавала, потому что человек интересующийся, там и книжки тоже много читаю, и в интернете очень много информации. Но вот так, чтобы детально это все разложить, конечно, никто никогда этим не занималась. И вот для меня это было некое такое открытие. Так человек устроен, что у него много очень защит, психологических защит, как говорят, да, то есть вроде бы, ну, разбираясь сам вот с этим, со своими задачами, но человек не может это сделать, потому что не может копнуть во что-то, во что-то тяжелое, во что-то болезненное. Есть такие защиты определенные психологические. Наша задача, ну, задача, может быть, работать с психологами, не ломать эти защиты, потому что, ну, они важны для человека, бывает, но как-то какую-то альтернативу предложить. Ну что, пошла третья неделя проекта, я уже готова похвастаться своими обновками. Первый раз за очень долгие годы я смогла позволить себе джинсы. В основном я всегда носила платье, либо мешковатое, либо от груди, которое скрывали бы фигуры. А теперь мои первые джинсы, смотрите. Жми худей, смотри, на первом городском. Объемы Ани тает на глазах. Доказательство – новые джинсы. Но чтобы убедиться, что она все делает правильно, девушка отправилась к своему наставнику в медицинский центр. У Ани, в общем, к нашему счастью, практически нет пока особых изменений. Есть небольшие колебания в холестериновом обмене, но они абсолютно незначительные и не являются пока никакой патологией. Поэтому для нее это, конечно, просто результат ее неправильных пищевых привычек, от которых нужно избавляться и перестраивать свое питание. Но мне, как наставнику ее в этом проекте, как просто человеку, который за нее переживает, хотелось бы, чтобы она не относилась к этому как к временной акции, как к тому, что это какой-то определенный этап, может быть, даже развлечение в жизни, да, в определенном смысле. А чтобы это стало для нее новым образом жизни, и чтобы она изменила полностью свои пристрастия пищевые и превратила, так сказать, минусы в плюсы, и чтобы в дальнейшем продолжила жить совершенно по-другому. А мы помним, что до проекта девушка не только любила вкусно поесть, но и попить сладкой газировки. Ну, добрый вечер, Аня. Как? Успехи? Здравствуйте. Боевое настроение. Стремимся к тебе. Ну, по внешнему виду я вижу, что результаты есть, и хотелось бы их закреплять. Но чтобы их закрепить, надо как бы и закреплять отказ от того, чем ты раньше увлекалась. Насколько я знаю, ты очень любила всякие сладкие напитки, и газированные, и негазированные. Как сейчас с этим? Ну, раньше я не то что любила, это вообще было в моей жизни. Вечер не обходился без какого-нибудь газированного лимонада. А сейчас нет. Вода и кефир. Сейчас кефир для Ани заменил калорийные молочные коктейли. Но сможет ли она отказаться от любимых напитков после проекта? Я специально приготовила примеры, чтобы можно было сравнить, в каких продуктах сколько сахара на самом деле находится и на какой объем. Ну, вот, к примеру, в энергетическом напитке порядка 8 кусочков сахара. Вот в такой баночке. В газированном сладком напитке 7 кусочков. В пол-литровой баночке сладкого чая тоже 7 кусочков. В небольшой бутылочке йогурта тоже 6 кусков. И вот в таком маленьком-маленьком практически детской порции сока 4 куска сахара. И тоже концентрат, без которого многие не обходятся на работе или в каких-то походных условиях, то есть кофе со сливками, тоже содержит не менее 3 кусков сахара на порцию. Можно быть, можно хоть иногда употреблять, там, я не знаю, по стаканам в день или по баночке каких-нибудь напитков из этого, или это принесет большой вред моей фигуре? Ну, если они будут вводиться на фоне все-таки ограниченного остального калоража, пищи суточного, то, наверное, иногда будет можно. Но если калорийность за счет введения вот этого продукта будет уже излишняя, то, естественно, в течение нескольких месяцев результат, достигнутый после проекта, может быть утрачен. То есть можно набрать обратно эти несколько килограммов, но, я думаю, от 3 до 5 килограммов при регулярном употреблении сладких напитков вернуть можно. Поэтому стоит об этом подумать. Не можете пить одну воду, помогут сахарозаменители. Но не все они безопасны. Врач рекомендует отказаться от ксилита, сорбита и аспартама. Считается, что они могут негативно воздействовать на кишечник и печень. К тому же их нельзя подвергать кулинарной обработке. Наставник-участник, диетолог Ирина Бабенко, которая, напомню, сама смогла похудеть на 50 килограммов, рекомендует выбрать натуральную стевию. Правда, после термической обработки она начинает горчить. В отличие от сукралозы, ее можно добавлять в процессе приготовления пищи, а также прямо в готовые блюда. Вот один из сахарозаменителей, я держу в руках сейчас, эквивалент 60 килограммам сахара. Я всегда думала, что сахарозаменители вредные и больше полезного, если сахарозаменить фруктозой. Она же, наверное, считается какой-то натуральной. На самом деле фруктоза не является сахарозаменителем, это тот же сахар. Обычный наш сахар, сахароза, состоит как раз из двух молекул – глюкозы и фруктозы. То есть практически фруктоза – это одна из составляющих нашего традиционного сахара. И калорийность ее практически идентична. Как долго я заблуждалась, оказывается. Да? И не спешите покупать напитки «Лайт». Калорий они вам не прибавят, но могут оказать вредное воздействие на организм. Все из-за тех же небезопасных сахарозаменителей. Я и мои подруги всегда, когда сидят на диетах, считают, что можно заменить прием пищи йогуртом. Он полезный, диетический, а оказывается, вон в нем сколько сахара. Ну да. То есть именно для того, чтобы они были очень вкусными, в них и добавляется столько сахара. Но йогурт сам по себе – продукт полезный. Это молочный, молочнокислый продукт на основе культуры йогуртовых бактерий. То есть он ничего плохого вам не принесет, если он будет без излишних добавок. Также не менее важно отказаться от спиртного, ведь алкоголь дает почти в два раза больше калорий, чем белки и углеводы. Кроме того, в алкогольных калориях отсутствуют питательные вещества, полезные для здорового обмена веществ. Просто сейчас хочется сказать, люди, не верьте рекламе. Невозможно похудеть от йогурта. Количество сахара, которое я в нем увидела, просто повергло меня в шок. Люди заблуждаются. Люди действительно заблуждаются. Пьют йогурт вместо приема пищи и якобы сидят на диете. Это чепуха. Я это поняла только сегодня. И мне очень жаль, что я поняла это только сегодня. Теперь осталось проверить, какому промежуточному результату привела совместная работа наставников-участников проекта. Таня, сегодня у нас очередное вагрительное событие. Надо посмотреть, сколько мы скинули за это перед временем. У меня фугачили, как будто я, не знаю, на столе исчезла. Так, спокойно, встаем, аккуратненько. Стоим, 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 стоим. Смотрим. Ничего себе рекорд. Да, потрясающе, конечно, потрясающе. 75,4. 75,4. Невероятно, но за 7 дней Аня похудела еще на 5,5 килограммов. Я, я не знаю, я... Ну ты в шоке, правильно? Ты не ожидала такого результата? Ты же помнишь, о чем ты говорила? Я очень благодарна. Ну понятно, нет. Ты помнишь, о чем ты говорила? Что ты хотела, за какое время скинуть? Помнишь, разговор был? Я пришла на проект, я сказала, что я бы хотела скинуть 15 килограмм, но если 10, я была бы рада. А даже половина проекта не прошла. 5 дней назад я жила тем, что, думаю, блин, в первом сезоне разрешали поесть. Вот бы когда-нибудь мне Николай сказал, завтра ты ешь все, что угодно. Если мне сейчас Николай так скажет, я прав, я не знаю, что я съем. Я побоюсь, наверное, уже что-то съесть. А как дела у наших Наташи и Арины? Так, девочки, давайте взвестимся. Наташ, ты первая? Угу. Так страшно, я не знаю. Сколько? 87,9. Ну ладно. Правда. Прикольно. 90 килограмм пройден по верху. Спасибо. 107,5 у Арины. Правда, что? Правда. Посмотри сама. Саша. Ну, господи, я помню. Я рада. Как хорошо. Надо продолжать. Минус 3 килограмма 400 граммов у Натальи и минус 3 килограмма 600 граммов у Арины. Девушки не подвели своего наставника. Всего за вторую неделю проекта троим участницам удалось сбросить 12,5 килограммов в сумме. Результат впечатляет. На сегодня все. Еще больше спорта и меньше вредной еды в новом выпуске второго сезона проекта «Жми, худей, смотри» на Первом городском. Меняйтесь с нами, следите за достижениями участниц в эфире и в соцсетях под нашим хэштегом. Свежий выпуск реалити проекта «Жми, худей, смотри» на Первом городском каждое воскресенье в 11.30. Для тех, кто не успел, повтор в четверг в 19.00. Сегодня я решила устроить инспекцию на кухне Арины и проверить, какими продуктами, и съесть ее продукты на самом деле я хотела. Фитнес-клуб бизнес-формата «Элита Спорт». Здесь знают толк в похудении, построении мышц и создании красивого тела. Тренеры фитнес-клуба способствовали уже не одной истории преображения, герои которых, изменив себя, смогли изменить свою жизнь. В «Элите Спорт» каждый сможет найти то, что ему по душе. В расписании групповых тренировок присутствуют авторские программы, которые вы не найдете больше нигде в городе. Фитнес-клуб оснащен качественными и функциональными тренажерами ведущих мировых производителей. В тренажерном зале на каждую группу мышц представлено несколько различных тренажеров, так что ваши занятия будут насыщенными и разнообразными. Кардиозона клуба «Элита Спорт» тоже не похожа на остальные. Это своеобразный кардиотеатр, в котором создана атмосфера кинозала с объемным звуком Dolby Digital Surround. Удобная планировка фитнес-клуба, оборудование премиум-класса, наличие банного комплекса, а также команда тренеров-профессионалов – все это сделает ваш тренировочный процесс эффективным и приятным. Улица Горькова, 151, телефон 212-84-48. Худейте на здоровье под присмотром специалистов. Медицинский центр «Приокский» – это полный спектр медицинских услуг. Разработка индивидуальных программ лечения и реабилитации, при необходимости – лечение в дневном стационаре. Все виды медицинского массажа – выезд любого специалиста на дом для консультации и проведения лечебных процедур, включая анализы, УЗИ и инъекции. Отделение акушерства и гинекологии – решение проблем лишнего веса с учетом показателей здоровья. Только до 1 июля прием диетолога и полная компьютерная оценка питания всего за 1500 рублей. Улица Тропинина, 4А. Телефон 215-200. Заручитесь поддержкой грамотного психолога Центра снижения веса «Веснормаклиник». Психологическое отделение многопрофильного центра включает в себя широкий спектр тренингов, которые позволяют решать различные проблемы и жизненные задачи. Похудение без БАДов, гипноза, кодировок и диет. Результат от минус 3 до минус 8 килограммов в месяц. После достижения цели вес не набирается обратно. И лучшие тому доказательства – стройные и счастливые клиенты Центра «Веснормаклиник», которым удается удержать результат в течение нескольких лет. Я пыталась на многих диетах сидеть, контролировать себя, но, к сожалению, поддержки, ну вот чтобы кто-то тебе сказал, да, ты правильно делаешь, такой не было. А когда я пришла, обратилась к специалистам, то, во-первых, грамотно объяснили, что со мной происходит, почему я поправляюсь, почему я набираю вес. И грамотно также объяснили, что с этим нужно делать. Улица Грузинская, 37А. Телефон 291-70-20.